Стало известно, когда Головкин официально анонсирует дальнейшие планы. Василий Ломаченко сходил на матч NBA в Мэдисон Сквергарден. Эдди Хирн убеждает Хана отказать Кроуфорду и согласиться на бой с Бруком. Андрей Берто удивил свою половинку и одел обручальное кольцо своей будущей невесте. Ломаченко не хочет драться с Покеао, потому что он старый, и его карьера закончена. Всем привет, вы на канале Фудбокс, самые актуальные новости бокса, ММА и футбола, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Стало известно, когда Головкин официально анонсирует дальнейшие планы. Абель Санчес поделился информацией относительно ближайшего будущего своего подопечного. В настоящее время Triple G является телевизионным свободным агентом и ведет переговоры с потенциальными партнерами-трансляторами. На подписание контракта с экс-чемпионом претендует телеканал ESPN, стриминговый сервис «Дазн» и франшиза «Премьер Баксин Чемпионс», поединке которой транслируются «Шоу Тайм» и «Фокс». Геннадий проводит встречи со всеми заинтересованными сторонами. Во вторую или третью неделю января мы проведем пресс-конференцию и объявим, что будем делать дальше. Он уже довольно близок к принятию решения. И в начале следующего года о нем объявит. Геннадий консультируется со многими людьми. Но окончательное решение будет за ним. Это будет лучшее положение для Геннадия Головкина, сказал Санчес в интервью. Василий Ломаченко сходил на матч NBA в Мэдисон-Сквер-Гарден, где его представили баскетбольным фаном. Андрей Верто удивил свою половинку и одел обручальное кольцо своей будущей невесте. Эдди Хирн убеждает Хана отказать Кроуфорду и согласиться на бой с Бруком. Похоже, популярный британский экс-чемпион мира Амир Хан распоясался. И промоутеру Эдди Хирну Матчурмбаксин все тяжелее контролировать бойца. Эдди Хирн никогда не скрывал, что подписал Хана исключительно с целью сделать масштабное в рамках Британии событие очную схватку между Бруком и Ханом. О чем уже очень давно говорится, по версии Хана, вариант с Бруком никуда не денется, поэтому можно сперва попытаться отобрать титул у Кроуфорда. Одной из главных действующих величин Паунда. За бой с американцем Хану предложили 5 миллионов долларов США. Хирн утверждает, что за бой с Бруком Амир может получить вдвое больше. Переговоры о поединке между Ханом и Кроуфордом продолжаются. Говорит Хирн, я разговаривал с промоутером американца Бобом Арумом. Я разговаривал с Ханом, признаться. Мне не особо есть о чем с ними говорить, поскольку я не заинтересован в этом поединке, я заинтересован в поединке за наследие в британском боксе. А это бой Брук Хан, это невероятного масштаба события, в котором Хан может получить в два раза больше, чем ему предлагают за бой с Кроуфордом. Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко. Похоже, поставил крест на возможности проведения поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Покеау, который ныне владеет титулом WBA и Рейгела в полусредней категории до 66 килограммов. По словам Ломаченко, он понимает, что лучшее время 40-летнего Мэнни уже позади. И потому не хочет наживаться на имени Пакмена. «Я уважаю Покеау, просто не хочу приобретать известность, побив возрастную легенду. У меня свой путь, есть много хороших, сопоставимых со мной бойцов, а Покеа уже старый. Его карьера закончена, я не хочу становиться легендой в боксе за его счет», отметил Василий Ломаченко. 8 декабря Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом WBO из Пуэрто Рико Хосе Пидрасой. У Покеау на 19 января запланирована защита в поединке с американцем Эдриеном Броунером. Субтитры сделал DimaTorzok